Фотографии маленькой китаянки Цань Хангьян, у которой вместо ног был баскетбольный мяч, стали вирусными в 2005 году. Теперь Цань выросла и, благодаря упорству и силе воли, стала выдающейся спортсменкой и участницей паралимпийских игр. История Цань – яркий пример того, как неукротимое желание может побороть любые превратности судьбы. В 2000 году, когда девочке было 4 года, она попала в страшную аварию и лишилась обеих ног. Семья Цань жила в деревне, они были бедны и не могли позволить себе покупку протезов. Девочку носили на руках, но однажды дедушка Цань нашел выход. Он попросил у родственников баскетбольный мяч, разрезал его и посадил туда внучку, дав ей в руки два строительных инструмента в качестве опоры. Фотографии девочки на баскетбольном мяче облетели обложки всех китайских газет в 2005 году, когда ей было 10 лет. Цань посещала школу в 7 минутах ходьбы от дома, но тратила на эту дорогу почти час. Как сама она потом рассказывала, это лишь укрепило ее силу духа. Баскетбольные мячи 5 лет заменяли Цань ноги, за это время она износила 8 спортивных снарядов. В 2007 году, благодаря постоянному вниманию прессы, Цань пригласили в Пекин, где она получила настоящие протезы. Цань была из очень бедной семьи и, когда ей было 11 лет, она узнала, что не может продолжить школьное обучение со сверстниками. Но девочка нашла выход, она вступила в плавательный клуб для инвалидов, первую подобную секцию в стране. Я завидовала своим одноклассникам, потому что после школы они могли бегать и прыгать, а я не могла. Но в воде я могла быть такой же, как они. Фотография, национальная героиня Китая, девочка с баскетбольным мячом вместо ног стала известной спортсменкой 5, Big Picture, Ru. Сначала девочке было очень трудно, ей казалось, что она захлебнется. Но она продолжала тренироваться и плавала каждый день по 4 часа, мечтая однажды попасть на Паралимпиаду. В 2013 году, когда Цань исполнилось 18 лет, она получила новые взрослые протезы. Каждый день Цань проплывала по 10 километров, регулярно участвовала в соревнованиях и многократно становилась их победителем. В 2016 году, девушку пригласили на Паралимпиаду в Рио-де-Жанейро. В Китае Цань стала кем-то вроде национального героя, а с развитием интернета и ее историю узнал весь мир. Раньше люди в Китае презирали инвалидов, считали их нищими попрошайками, говорит, тренер девушки Лика Цан. Но теперь, когда они видят таких пловцов-инвалидов, как Цань, они меняют свое мнение. И это только начало. На Паралимпиаде девушка не вошла в тройку победителей, но попала в десятку лучших. Теперь у Цань новая цель поехать на Паралимпиаду в Токио и завоевать долгожданную медаль. Девушка продолжает тренироваться и готовится к новым олимпийским соревнованиям в Токио. Весьма возможно, что скоро Цань будет известна не только как девочка на баскетбольном мяче, но и как великая спортсменка, победительница паралимпийских игр. Дорогие друзья, если вам понравилось видео, поставьте лайк, а также подписывайтесь на канал, где найдете еще много интересного.